Тяга россиянских орков к украинским унитазам была подмечена еще 25 ноября 2018 года, когда в Керченском проливе три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками. 24 февраля 2022 года Россия на территории Украины начала полномасштабную военную спецоперацию под кодовым названием «Унитаз». Перед началом спецоперации были проведены учения «Союзная решимость», где были подробно изучены инструкции пользования унитазом. Калини выше бедер. Почему? Таким образом прямая кишка, ее ось становится прямой, и человеку гораздо легче какать. Учения будут проходить в два этапа. На первом проходит переброска сил. После создаются группировки войск, будет организована охрана важных объектов. И только избранные сразу смогли понять, с какой целью проводится специальная военная операция. Для этого нужно знать историю. Он избранный. Вместо туалета в квартирах выгребные ямы. В такую дыру и провалился житель седьмого дома по улице Фестивальной. Сколько времени мужчина пролежал в болоте из фекалий, точно не определить. Помощь пришла только в пятницу утром от соседа из общежития. Молодой человек направлялся в магазин за пивом и по пути решил зайти к друзьям. На детской площадке в округе обычно играет множество ребятишек. Сейчас же на ней тихо и пусто. Причина в том, что площадка соседствует с обрушившейся выгребной ямой. Причем именно с той стороны, где должны играть дети, ограждение вокруг зловонного провала не поставили. И теперь родители не пускают сюда ребятишек. Класс оттуда, я тебя здесь задумываю. Сейчас, сейчас. Я только выкачал яму. Картинка придется отремонтировать. Картинка придется оттуда, я тебя здесь задумываю. Картинка придется оттуда, я тебя здесь задумываю. Уважаемый Байван, пожалуйста, веди себя прилично. Не делай гадости другим людям. Изучением вопроса занимаются известные деятели культуры и искусства и российские ученые. Материал для лепки не совсем обычный. Это навоз. Технология простая. Сначала скульптор делает основу из металла, затем налепливает на нее навоз. В Петербурге придумали танк, аналогов которому не было. И прямо скажем, надо же было до такого додуматься. Боевая машина стреляет экскрементами. Два в одном, говорит автор проекта, и проблем с туалетом. У военных не будет, и противник поражен. Но все-таки проблема осталась, поэтому решили ее радикально. А потом у них цап-царап. Но мы работаем над этим. Забирали унитазы. Кажешь, а что это такие заходят? В хату, скажешь, а что это такие? Ну а кто же там, конечно, унитаз, а что это? Не знаю. А мужик, скажешь, а ты, скажешь, унитаз, а что это такие? Кажешь, мы в туалет ходим. Я в комнате ходим, в туалет. А мы мне мы взмываем. Так повытягивали жители, так мы в хате будем ставить, а тогда будете сбивать, а в хате будем носили. Это, ну, вообще. Это две эти. А потом один говорит, что вы хотели улучшено жить. Поехали. Поехали. Поехали.